На суде против Думана Мухаммед Карима завершились прения. Прокурор просил признать журналиста и гражданского активиста виновным по обоим пунктам. Это финансирование экстремизма и участие в деятельности запрещенной организации. Обвинитель также попросил назначить подсудимому 7 лет лишения свободы и запрет на общественную и политическую деятельность сроком на 3 года. Заседания этого суда проходят в закрытом режиме. Прессу на них не пускают. Получить комментарий прокурора по окончании прений не удалось. Идуман Мухаммед Карим и его адвокат заявили, что не согласны с заявлениями прокурора. По словам адвоката, обвинение не предоставило неопромержимых доказательств вины. Возмущен требованием прокурора и отец Мухаммед Карима, он считает дело против сына политической местью за обвинения, которые блогер озвучивал на своем ютуб-канале в адрес высших должностных лиц страны. Представители казахстанской власти ранее неоднократно отрицали наличие политической подоплеки в деле журналиста. Астана не согласна с выводами группы правозащитников, признавших Мухаммед Карима политзаключенным. Думан Мухаммед Карим был арестован в июне прошлого года. Поводом для возбуждения уголовного дела стало его интервью с оппозиционным политиком и экс-банкиром Мухтаром Облязовым, живущим за границей. В этом видео Мухаммед Карим показал банковский счет Облязова, собиравшего деньги от сторонников. Основанная Облязовым организация ДВК в Казахстане решением суда признана экстремистской и запрещена. Людей, причисленных к ее сторонникам, неоднократно судили по обвинениям в поддержке экстремизма. Европарламент считает ДВК мирной оппозиции. После ареста Мухаммед Карим несколько раз объявлял голодовку в знак протеста против обвинений из закрытых судебных заседаний. За более чем год под стражей его здоровье пошатнулось. В середине июля Мухаммед Карима по состоянию здоровья перевели из тюрьмы в городскую больницу Куанаева. С тех пор он находится на лечении. На сегодняшнем заседании он присутствовал онлайн. Основное судебное заседание по делу Мухаммед Карима началось год спустя после ареста. В июне этого года процесс сделали закрытым после предварительного заседания в феврале. На нем прокурор сообщил, что один из свидетелей опасается за свою безопасность. По закону это может стать основанием для перевода процесса в закрытый режим. Последние несколько лет таким образом в Казахстане провели несколько судов по делам, которые считаются политическими.